Субтитры сделал DimaTorzok Да, то что нужно Вот так Теперь я готов к встрече с пустошью Вот блять Блять, 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 блять Мда, когда патрулируешь Мохаве, начинаешь чуть ли не хотеть ядерную зиму Но с боевой винтовкой НКР все становится не так уж и плохо Для тех из вас, кто не знает, я большой задрот в Fallout Да, знаю, Брэндон, задрот, кто бы мог подумать и все такое Но я всегда думал, что винтовка НКР из Fallout New Vegas крутая И по времени все совпало как нельзя лучше, ведь как только мы собрали эту винтовку Amazon Prime выпустил свой новый сериал о Fallout Что подогрело интерес многих зрителей к этой игровой серии Но это не просто стандартная AR-15 с деревянной фурнитурой В ней уделили огромное внимание к деталям, что делает эту копию достоверной Но знаете что? Довольно разговоров Давайте из нее постреляем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чего стесняться? Да, у нас кончились патроны Вадим Боков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это точная копия данного оружия из игры При создании которой учтены очень многие важные детали Это не просто AR-15 с деревянной фурнитурой Хотя, если честно, по большей части это она и есть Но в ней есть очень много уникальных деталей, о которых определенно стоит поговорить Во-первых, да, это оружие изготовлено на платформе AR-M4 и M16 С магазином на 20 патронов Так же, как и в игре В калибре 5,56 Возможно, вы скажете, магазин на 20 патронов Как-то это пола мерзкие Но если быть честным, это вдвое больше, чем по закону Вы можете себе позволить в Калифорнии в данный момент Однажды они вернут свои оружейные права Так же, как и в игре, наша винтовка полуавтоматическая Типа Я хотел, чтобы эта пушка была по-настоящему крутой И мы добавили ей немного креатива в духе свободы Хоть у этой винтовки нет автоматического режима У нее есть режим коротких очередей по три выстрела Я подумал, что это подходит самой идее боевой винтовки Внешне очень похожей на M16 Подумал, что очередь по три Это... подойдет Итак Механизм стрельбы очередью по три На этой конкретной сборке У переключателя есть режим предохранителя Полуавтоматического огня Но в третьем положении, где обычно располагается автоматический режим Вместо него внутри расположена трещотка Которая действует, по сути, как ограничитель Вместо того, чтобы стрелять непрерывно, пока я удерживаю спусковой крючок Внутри стоит механизм, который ограничивает очередь тремя выстрелами Даже если я зажму спуск Произойдет только три выстрела И он всегда отчитывает только по три выстрела Не по одному или два, в зависимости от того, как он себя чувствует Или от времени суток Или если день недели заканчивается на Y Или если он съел пудинг на завтрак, я не знаю Видите? Не всегда хорошо Давайте посмотрим, что именно она из себя представляет Я не буду делать ее полный обзор, ведь это AR-15 Мы уже делали подробный обзор конструкции AR-15 ранее Давайте вынем штифт и раскроем верхнюю и нижнюю части Магазин сразу в сторону Переключаем с предохранителя на полуавтомат И далее... смешно С предохранителя на полуавтомат И когда нажимаем на спуск Происходит выстрел Курок снова взводится И мне нужно отпустить спуск, чтобы курок Чтобы он снова смог ударить по капсулю Нажимаю на спуск и курок высвобождается А сейчас переключим на режим стрельбы короткими очередями Нажимаю на спуск Курок отрабатывает Снова его взводим И теперь, как только затвор упрется в это шептало Ну, здесь должно быть шептало автоспуска Упрется в него и продвинет его вперед Наш курок снова отработает И это уже будет наш второй выстрел Снова курок вниз Нажимаем на шептало И происходит третий выстрел Но теперь, если я проделаю все это еще раз Рычаг То есть шептало больше не двигается и не активирует курок Это потому, что механизм стрельбы короткими очередями, находящийся под курком, зафиксировал его И мне нужно отпустить спусковой крючок, чтобы получить возможность снова произвести выстрел Вообще, я не большой фанат режима стрельбы короткими очередями Потому что, во-первых, он немного непредсказуемый в плане стабильности работы Этот механизм не всегда работает как задумано В 60% случаев он работает безотказно Но лично я предпочитаю использовать простую дисциплину спуска Пользоваться привычным автоматическим режимом И самому решать, в какой момент отпускать спусковой крючок Я думаю, в этом плане это более удобный вариант использования Осичек перерыв Если вам нравится Fallout, возможно, вы знаете, что эта винтовка неплохо пробивает броню когтя смерти Но сегодня мы ответим на вопрос Как она пробивает White Claw? И для тестирования режима очередей по три выстрела у нас будут три банки Коснется ли третья пуля какой-либо банки? Нет Нет, скорее всего нет Но, мало ли, он даже не знает, как использовать три банки Когда ты думаешь, что мальчик ядер кола может замутить с девочкой Санса Цоспарила Через три Два Один Очень милая особенность работы режима стрельбы короткими очередями состоит в том, что иногда он просто решает не работать Вот буквально, я не трогал переводчик режимов огня Он просто... Да и ладно Хоть мы и произвели всего один выстрел, но он был сделан из могучего 20-дюймового ствола У пули не возникло проблем с пробиванием всех трех банок и передачей им огромного количества дульной энергии Почти все они полетели в мою сторону А это у нас донышко Одно из банок Оно буквально расплющено из-за того огромного количества кинетической энергии, которую пуля доставила внутрь этих банок Это довольно круто Друзьям бы я такое рекомендовать не стал Давайте посмотрим на те вещи, которые отличают ее от стандартной AR-15 и делают ее боевой винтовкой из Fallout Начнем с очевидного, с деревянной фурнитуры Она изготовлена компанией Black Guns Wood и выглядит превосходно И также ощущается очень качественно Вы уже, наверное, заметили, что у меня есть влечение к деревянным фурнитурам на оружии, поэтому она для меня как родная Также вы могли заметить дульный тормоз, который совсем не похож на стандартный A2 Birdcage Так же, как и в игре, этот дульный тормоз, вместо того, чтобы выполнять функции пламя-гасителя, не имеет в корпусе никаких отверстий Он ничего не делает Вот абсолютно ничего Зато он абсолютно такой же, как и в игре Сделано ли это для красоты, ну или просто потому, что разработчики не добавили в нем отверстий Или им было пофиг, или они не знали, для чего эти отверстия нужны Идем дальше На этом ловере присутствуют все необходимые маркировки Здесь есть по-настоящему крутые детали Его для нас сделала компания Bad Attitude Department И если посмотреть в это место на ловере, есть маркировка собственность правительства Соединенных Штатов Америки Калибр 5,56 Спасибо, Fallout Серийный номер FNV в честь названия игры Fallout New Vegas 0,47 0,74 О, это так трогательно Но в этом оружии есть еще более остроумные детали Арсенал города Лонгбранч, Онтарио Территория Соединенных Штатов Вот так, Канада, если у США и будет кризис на южной границе, то и у вас тоже Мы получим, что хотим Все это шутка, это декоративная маркировка, а настоящая находится на внутренней стороне спусковой скобы Поэтому все это соответствует требованиям ATF Интересно то, что этот ловер соединен сапером от канадской винтовки C7 А у нее есть свои уникальные особенности Взять, к примеру По-настоящему корявую Рукоять взведения затвора Ее буквально просто невозможно даже попробовать взвести одним пальцем с одной стороны Здесь обязательно нужно использовать абсолютно всю ладонь И хоть я небольшой любитель косплея и все такое Я думаю, она смотрится великолепно У нее есть естественная патина, которую я еще и добавил при съемках этого видео Блин, блин Ох, господи Я думаю, это здорово, это больше, как я и сказал Больше, чем просто деревянная фурнитура на AR-15 Я думаю, это хороший пример того, как искусство подражает жизни Думаю так Дамы и господа Боевая винтовка из Fallout Достоверная копия с некоторыми отдельными улучшениями Эта штука очень крутая Опять же, спасибо всем тем, кто помог в создании этого оружия Получилось отлично Она выглядит круто, когда висит на стене Знаете, настоящие мужчины поймут Опять же, благодарим Мэтта за то, что позволил использовать Ранчо Д'Асперадо Я благодарю федеральную налоговую службу абсолютно ни за что И спасибо вам, парни, за то, что досмотрели видео до конца Обязательно проверьте, подписаны ли вы все еще на канал На случай, если Ютю пришел в тихую отписать вас Напишите свою любимую часть игры Fallout Если вы думаете, что сериал соответствует уровню игры Благодарю, что досмотрели это видео до конца И как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы В следующем видео Пойду-ка я намажу неоспорином свое гребанное колено Если вы фанат Fallout, возможно, вы знаете, что эта штуковина Отлично пробивает броню ногтя смерти Блин, когтя смерти О, господи Ты что, прямо именно так все и задумывал? Блин, вот дерьмо Я тут земли наглотался полный рот Я тут посижу немного О, господи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!